Николай Свечин. Лучи смерти. Глава первая. Три медведя в одной берлоге. Россия вошла в XX век и сразу началось то, чего одни ждали, а другие боялись. 14 февраля 1901 года студент Карпович застрелил на приеме министра народного просвещения Боголепова. Тот приказал отдать солдаты студентов, замешанных в беспорядках, и поплатился за это жизнью. Власть растерялась. В стране давно не происходило ничего подобного. Убийцу судил общегражданский суд, не имеющий права выносить смертные приговоры. Карпович получил большой срок, но его акт был лишь началом новой действительности. 7 мая того же года неожиданно вспыхнули волнения на Буховском стрелилитейном заводе. Да еще какие! К недовольным металлистам присоединились рабочие карточные фабрики из соседнего Александровского завода. Они дали настоящий бой полиции и даже выдержали осаду армии. Пришлось вызывать целый батальон. Солдаты стреляли в бунтовщиков. Восемь обуховцев погибли на месте, были убитые и среди городовых. Власти готовились к худшему. И не ошиблись. В марте 1902 года в Харьковской и Полтавской губерниях начались аграрные беспорядки. Неурожай и рост арендной платы довели мужиков до отчаяния. Они стали громить помещи экономии, отбирать зерно, сено и скот. За месяц разграбили 105 поместей и несколько сожгли дотла. Снова пришлось вызывать войска, пороть бунтовщиков и судить зачинщиков. А 2 апреля застрелили министра внутренних дел Сипягина. В вестибюле Мариинского дворца его вызвал офицер. Будто бы он привез министру личное письмо великого князя Сергея Александровича. Сипягин спустился по лестнице, протянул руку и получил пулю в живот. Через два часа он скончался в сильных мучениях на руках у жены. Террориста схватили. Им оказался еще один бывший студент Бомашов. Он стойко выдержал допросы и не дал показаний. Лишь в идиуле стало известно, кто послал его на акт. В Харькове случилось очередное покушение, на этот раз неудачное. Боевик выстрелил в спину губернатору Аболенскому, мстя ему за жестокость при разгоне сельских бунтов. Первая пуля задела жертву по касательной. Вторую отвела супруга губернатора. Она вцепилась в руку террориста и не дала ему прицелиться. Схваченный тот испугался петли и признался. Его звали Качура. Он состоял в боевой организации партии социалистов-революционеров, которая и вынесла Аболенскому приговор. С этого момента буквы БОПСР стали настоящим кошмаром для властей. Смерть Сипягина, руководителя важнейшего из министерств, взбудоражила Петербург. Он пробыл на должности всего два с половиной года. Когда государь отставлял предыдущего министра Горемыкина, возник вопрос, кем его заменить. Царь попросил совета у двух человек — Витта и Победоносцева. — Есть кандидатуры Сипягина и Плеве. Кого назначить? Китрец Витта, большой приятель первого, дал замысловатый ответ. — Дмитрий Сергеевич менее способен, но более принципиален. А Вячеслав Константинович всем хорош, но принципов никогда не имел и иметь не будет. Победоносцев высказался еще резче. Сипягин — дурак, а Плеве — подлец. Выбирай, царь-батюшка, кого хочешь. В итоге министром стал Сипягин, а Витта обрел в лице Плеве злейшего и опасного врага. И вот ситуация повторилась. Нужен был новый человек, причем в условиях войны, с террористами. И царь на этот раз назначил Плеве. Вячеслав Константинович воспрянул. Уже давно он был отлучен от большой политики. Товарищ заместитель министра внутренних дел, еще при недоброй памяти графе Толстом, он остался в той же должности и при Иване Николаевиче Дурново. Курировал полицию, а фактически тащил на себе все министерство. Ни Толстой, ни Дурново дело не знали и занимались в основном представительством. Расти ему не давали, и Плеве ушел в государственные секретари. Это оказалось ошибкой. Бюрократия засосала талантливого чиновника. Карьеру можно сделать, только если ты на виду у императора. А в государственном совете что? Председатель его — великий князь Михаил Николаевич. Сам видел царя по большим праздникам. Плеве оставался сенатором и статус-секретарем, но желал большего. С целью обратить на себя внимание затеял финляндский вопрос, поссоривший Николая Второго с финским народом. Государя убедили, что у чихонцев слишком много свобод, надо бы их урезать. Вот армию свою держат, пусть вольют ее в общую, российскую. Затеялся страшный скандал, и под шумок Плеве пролез в министры по делам Великого княжества финляндского. А это прямой доклад у государя. Но тут, кстати, застрелили Сипягина. Кому надо вспомнили, что именно Плеве в свое время разгромил народную волю, и сильный человек понадобился вновь. Придя в здание на фонтанке 57, Вячеслав Константинович решил реформировать министерство. Начал он с изгнания Звалянского. Во время представления чинов департамента полиции новому министру тот состроил козью морду и заявил, «Вы приложили немало сил, чтобы разрушить ту постановку дела, которую в свое время я вам дал». Начальник и приятель Выкова был вынужден перейти в Сенат. Тут еще словно в насмешку над новым министром в Уфе застрелили губернатора Богдановича. Тот велел расстрелять толпу бундущих рабочих в Златоусте. На казенном заводе случилось глупое недоразумение. Оружейникам заменили рабочие книжки, изъяв из них ссылку на указ 1861 года об отмене крепостного права. Агитаторы возбудили толпу, сказав, что пролетариев снова закрепостят. Доверчивый народ возмутился, начались волнения, и в результате погибло 69 человек. По официальным данным погибло 45 человек, но они, видимо, занижены. Террористы бросали вызов Плеве, и тот его принял. Новым директором департамента он назначил человека из судейских, Алексея Александровича Лопухина. Бывший до этого прокурором Харьковской судебной палаты, он приглянулся Плеве, когда тот объезжал охваченные беспорядками губернии. 38-летний статский советник из хорошего рода, послуживший и в провинции, и в столицах, возглавил вдруг самое карательное ведомство империи, будучи при этом либералом и легкомысленным мечтателем. Для департамента настали трудные времена. Лопухин и его шеф стали тасовать кадры, приводить новых людей. В фавор вдруг попал знаменитый Зубатов, человек выдающийся, но тоже утопист. Сергей Васильевич начинал как революционер, но после ареста он одумался и разочаровался в противоправной деятельности. Вплоть до того, что добровольно поступил на службу в московское охранное отделение. Человек аналитического склада ума, знающий революции изнутри, Зубатов быстро вырос в главную фигуру политического сыска. Он поставил московское отделение на недосягаемую высоту, завел образцовую агентуру, научил жандармских офицеров тонкостям дознания, выстроил легендарную филерскую службу. Зубатов стал создателем новой школы сыска. Его успехи были очевидны. Но он увлекся большой политикой. А именно, придумал, ко всему прочему, еще и полицейский социализм. Охранник решил, что нужно убрать средостение между царем и его подданными, конкретно рабочими. Фабриканты-кровопийцы душат рабочих невыносимыми условиями труда, да и платят мало. Те недовольны, чем пользуются революционеры. А вот если власть в лице полицейского ведомства поможет пролетариям защитить свои права, то наступит идиллия. Рабочие найдут заступничество у царевых слуг, еще больше возлюбят государя, и почва для революций исчезнет. Надо лишь возглавить рабочее движение и направить его в нужное русло. Эта наивная идея, как ни странно, пришлась по душе высокому покровителю Зубатова великому князю Сергею Александровичу. Генерал-губернатор Москвы и дядя царя, он был очень влиятельным человеком, и убедил племянника дать ход реформе. Появились рабочие союзы, тут же вступившие в пререкания с работодателями. Ссылались они при этом на обер-полицмейстера. Полицейский социализм, как ядовито называли его оппоненты, начал шагать по стране. Промышленники недоумевали, что эта власть-то кляяно занялась сословием, составляющим 1% от населения страны. Вон, крестьян, 80% погибают в бесправии, и никому дела нету. И в это время Плеве назначил Зубатова начальником особого отдела департамента полиции. Созданный в 1898 году этот отдел быстро сделался главным в департаменте. Он объединил все отделы производства, занимавшиеся политическим сыском. Ему же подчинялись охранные отделения, которых на тот момент было лишь три. Петербургская, Московская и Варшавская. Зубатов тут же затеял создание еще 14. Также особый отдел забрал себе заграничную агентуру, которой много лет безнадзорно руководил знаменитый Рачковский. Сразу возникли недоразумения. Плеве продолжил чистку рядов, и вместо Рачковского в Париж отправился Ратаев. Тот создал и возглавил особый отдел четыре года назад. Теперь Зубатов привел туда много своих людей из Москвы, которые все переменили при полном согласии Лопухина. Старые чиновники, помнившие еще времена третьего отделения, вылетели на пенсию. Впервые в штате департамента появились жандармские офицеры. Между тем Плеве занимался не только полицейскими вопросами, к которым он был наиболее подготовлен. Хозяйство в МВД огромное, вся внутренняя политика в империи относилась к его компетенции. Нужны хорошие товарищи, которые разгрузят министра от второстепенных дел. В этом Вячеславу Константиновичу было нелегко. Он унаследовал от Сипягина сразу трех товарищей, и теперь приходилось иметь дело с ними. Самым опытным являлся Петр Николаевич Дурново, тот самый, который сменил много лет назад самого Плеве на посту директора департамента полиции. Умный, жесткий, он командовал полицией дольше всех. Но подвела его женщина. Большой юбочник Дурново заподозрил свою любовницу в том, что она изменяет ему с бразильским посланником. Баба все отрицала. Тогда главный охранитель закона приказал тайно взломать бюро дипломата и выкрасть оттуда любовную переписку. Ушлые профессионалы из департамента залезли в квартиру посланника и вынесли бумаги. А Дурново уличил с их помощью неверную пастью. Та дура пожаловалась бразильянцу. История дошла до государя. Им тогда был Александр Третий, который спуску не давал. И сильный, способный человек с треском вылетел в Сенат. В ведомстве с тех пор началась чехарда. Директора менялись каждый год-полтора. Но поскольку революцию в стране вроде как истребили, высшую власть это не очень беспокоило. Когда министром внутренних дел назначили егермейстера Сипягина, тому понадобился опытный цепной пес. Сам он полицейского дела не знал, как, впрочем, и всех остальных дел. Дмитрий Сергеевич попросил совет у Витта. К тому как раз накануне пришел сенатор Дурново с необычной просьбой. Он проигрался на бирже и теперь просил помощи у министра финансов. Ему срочно нужны 60 тысяч рублей, причем безвозвратно. Вот хорошо бы получить за свои предыдущие заслуги. Опешившие Витта, доселе они с Дурново не были знакомы, послал его куда подальше. Тот спросил, а если за меня похлопочет Дмитрий Сергеевич? Министр ответил, деньги может дать только государь, но я буду против, кто бы ни просил. И через день Сипягин действительно обратился к Витте, но за советом. Как тот думает, можно ли взять Дурново в товарища? Репутация плохая. Ну, человек опытный. Тот ответил, бери, но только не доверяй ему полицию. Дай то, что на виду, где нет тайных операций и секретных фондов. Сипягин взял Дурново и тотчас попал под его влияние. В том числе и полицию поручил. И деньги выдал. Все шестьдесят тысяч из тех самых секретных фондов. Когда Сипягина застрелили, и на его место пришел Плеве, министр и его товарищ не обрадовались встречи. Два волевых и опытных человека, они были конкурентами в одном ремесле. Как быть? Вячеслав Константинович предложил Дурново взять самостоятельное ведение почту и телеграф. Половина МВД. Огромное хозяйство с колоссальным бюджетом. Хлопот не в проворот. Работай на здоровье. Только не лезь в другие дела. Но Дурново именно другие дела и были интересны. Те, где большая политика, где доклады к государю, очереди в приемной, все осаждают тебя с просьбами. Гонять почтальона в бывшему карателю было скучно. Деваться некуда. Он занялся почтово-телеграфным ведомством и здорово его улучшил. Но затаил недовольство. А Плеве между тем схватился не на живот, а на смерть с самим Витта. Казалось бы, министру внутренних дел было чем заняться и без интриг. Министерство финансов его не касалось, своих забот хватало. Но влияние Витта превосходило влияние других сановников. Он воздействовал в том числе и на внутреннюю политику. Тем более, что Сипягин жил его умом и ел у него с ладони. Плеве, как самостоятельная фигура, не желал мириться с соперником. У них были разные взгляды на то, что должна предпринять власть в трудное время Крамолы. По-разному они смотрели и на самый главный в России вопрос — аграрный. Но имелись и личные счеты. Плеве люто ненавидел своего могущественного соперника. Решив избавиться от него любой ценой, новый министр принялся искать союзников. Чего-чего, а врагов у Витта всегда было достаточно. Но ступило и для него трудное время. Николаю II хотелось иметь в правительстве тех, кого он сам выбрал, а не кого он наследовал от отца. И за годы своего царствования переменил весь кабинет. Из прежних зубров остался лишь Витта. Царь не любил сильных министров. Они словно уменьшали его самодержавную власть своей независимостью, знаниями, волей. Николаю проще было с теми, кто пытался в первую очередь угадать желание монарха. Отец не подготовил сына к сложному делу управления страной. Он рассчитывал прожить подольше. Застенчивый, недоверчивый Николай первое время был под надзором дядьев. Постепенно он начал осваиваться на троне, завел конфидентов. Наказывать царь не любил, трудно принимал решения об отставках, причем, плохо зная людей, поддавался влиянию окружения. Часто менял свои решения, скрывал от царедворцев истинные желания, а затем обижался на них за плохой совет. Зная такие его качества, Плеви заручился настоящими патентованными союзниками против Витта. Тот давно уже сцепился с компанией Безобразова и Абазы, толкавшей Россию на путь экспансии в Манчжурию. Это грозило ссорой с Китаем и войной с Японией. Прижимистый Сергей Юрьевич, любимчик миротворца Александра Третьего, был категорически против войны на краю империи, да еще за какие-то частные весные концессии. И враги дружно набросились на него, да так, что стул под балованием судьбы зашатался. Зять-государя, великий князь Александр Михайлович, решил попробовать себя в деле. И для него придумали новое ведомство на правах министерства. Главное управление торгового мореплавания и портов. При этом оно забрало часть функций и кадров у Министерства финансов. Плеви попытался отнять фабрично-заводскую инспекцию. Даже невинное Министерство народного просвещения покусилось на учебные заведения Минфина.